за твои взаимоотношения с мужчиной или с мужчинами, или с бизнесом. Левая сторона – это всё, что отвечает за твои взаимоотношения с женщинами или тебя как женщины. И то есть левая рука – это значит, я не принимаю то, что я делаю с женщинами. Это, смотрите, может, вы себя не принимаете, или дочку, или маму, чего вы там творите, не знаю. Ноги, нежелание идти. Правая нога – не хочу идти с мужчиной или в бизнес. Многие говорят, я хочу бизнес, а почему-то правую ногу тянет, или правая нога не меет. Тебе вот здесь, тебе тошнит бизнес, ты просто хочешь денег, признайся себе. Поджелудка – это, с левой стороны, это поджелудочная железа, это люди, которые не могут себя хвалить. Ты говоришь, я там проснулась, я молодец, я там приготовила завтрак, я молодец, я сделал вот это, я молодец. Ты 21 день хвалишь себя за каждый шаг, даже за то, что сходила в туалет, или почистила зубы. И это будет отпускать. Седалищный нерв, сейчас или вообще? Седалищный нерв – это вот район поясницы, там нога, когда там вот это все отнимается. Вот поясница – это секс и деньги. Это либо избыток, либо их нехватка. Денег. Говори. Ограничение? Ограничный нерв. Ограничный нерв у кого? У кого? У тебя? Что-то незаметно. Сейчас, сейчас. Смотрите, троничный нерв – это те люди, которые все терпят. Это те люди, которые не проявляют эмоции, им очень тяжело проявить эмоции, они начинают закусывать. Очень часто, ну, периодически бывает на сеансах такое, что стресс поднимается, вот как сейчас, начинает выходить, и человек начинает давить в себя. Почему я тебе начал по щекам бить, почему я начал на тебя кричать, там, кричи, там. Ты, конечно, ничего не помнишь, ты потом, это, ты что? Потому что очень важно, чтобы это выходило. Очень важно, чтобы ты выпустил эмоции. Если ты этот стресс проглотишь, у тебя потом пол лица не шевелится. И потом любой стресс у тебя будет, это нужно проплакаться, отпустить, и тогда прекратиться. Сейчас, сейчас. Это обиды. Желчь – это обиды. А грудная клетка? Сейчас, подождите. Варикоз. Подождите, сейчас, секунду, чуть-чуть этот. Варикоз. Это тогда, когда ты хочешь 20 лет поменять работу и не меняешь. Он может быть наследственным, но психосоматика, она вот такая. Аллергия – это внутреннее непринятие себя. Это внутреннее непринятие себя. Грудная клетка, когда вот здесь болит, да, у кого? Да. Все. Дайте. Сейчас, сейчас. Грудная клетка, когда вот здесь болит, это болит душа. Это тогда, когда есть какая-то боль, там, утрата какая-то, и вот надо выклакаться и отпустить. И тогда оно просто все выйдет. На самом деле, почки – это страхи. Вот то, что у тебя правая почка – это страх мужчин, это страх взаимодействия с мужчинами, поэтому у него правую почку цепляло. Сколиоз – это воспитание родителей. Это когда, вот, замечали, что ребенок пошел в школу, и у него сколиоз. Потому что ты начинаешь долбить его за учебу, и у него вот это все вертится. А левая почка? Онкология – это все, что, вот, грудь, ну, гра груди – это сейчас очень популярное заболевание, да, это, опять же, психосоматически, да, я не говорю, что, вот, там, этот, это взаимоотношения с мамой или с дочей. Потому что либо у тебя мама плохая, и обиды на нее, либо дочь, у тебя с ней отношения какие-то не очень, или, ну, вот, ну, как я, как мама, там, или как я, там, с мамой, или как я, с дочей. Вот, 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 туда надо смотреть. Аллергия у ребенка – это непринятие себя, да? Она может выстреливать, смотрите, детей, да? Дети до 14 лет примерно находятся в своем поле, и поэтому, когда ты, когда ты сам собой что-то там где-то не в ладу, или что-то не принимаешь в себе, будет подстреливать на детей. До 18 лет их надо отрезать от себя, и тогда с этого момента они практически не зависят от твоего состояния эмоционального. Замечали, да, когда с мужем начинаешь ругаться, дети начинают болеть? Вот дети будут реагировать на ваши взаимоотношения, пока вы их не выгоните. Тащите туда, куда я не хочу, сейчас, говори, сейчас, сейчас, это вот же было, что это было. Когда? Сейчас, не надо, сейчас потерпите, сейчас будет медитация, отпустим. Смотрите, это очень часто у мамы, особенно, ну вот, даже если никого не теряли, ну, не дай бог, если есть утрата ребенка какого-то, ты потом будешь переживать, конечно, за тех детей, которые у тебя остались, да? И каждый раз, когда ты думаешь, ой, упадет, ой, из машины собьет, ой, там еще что-то, ты говоришь в себе, в голове, убираем программу, мои дети здоровые и счастливые. Ты убираешь негативную программу, накладываешь другую. Где-то через месяца 3-4 ты начнешь думать про них хорошо. А как это все работает? Сейчас, подожди. Подожди. Подождите, сбился. Как это все работает? Почему вы, вот ваши дети зависят от вашего состояния, да? Они находятся в энергетическом поле родителей до 18 лет. И пока они в вашем поле, они будут реагировать на вас. Самый легкий способ сепарации – пнуть его под жопу и не звонить. Выгнать из дома и, короче, через полгода появиться, как дела там. Я благодарен своим родителям, что, я не знаю, специально это получилось или случайно, они мне не мешали жить. Я в 17 лет или там, во сколько, в 18 лет поступил в университет, и мы созванивались один раз в полгода, это был Новый год и 8 марта. Потому что междугородние звонки почему-то тогда были дорого, или у нас просто денег не было, я не знаю. Помните, это 93-й, 93-й год? Тогда междугородний звонок стоил, ну, прям дорого почему-то стоил. Тогда казалось, что эта сумма неподъемная. Сегодня это, ну, очень сложно про это вообще подумать. Давайте, а?